На параде открытия спортсменов приветствовал и поздравил с началом соревнований начальник управления по физической культуре и спорту Андрей Скилков. Плавание является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития человека, начиная с первых месяцев жизни и до старости. Для школьников занятия плаванием чрезвычайно полезны. Вода массирует находящиеся в коже и мышцах нервные окончания, благоприятное воздействие на центральную нервную систему, успокаивает, снимает утомление. После плавания человек легче засыпает, крепче спит, у него улучшается внимание и память. Вот и Арсению Кулаеву из-за его проблем с шеей врачи посоветовали заниматься плаванием. За три года занятий мальчик участвует в таких соревнованиях уже не в первый раз. Поедешь куда-нибудь, вдруг корабль рухнет, надо плыть. В заплывах принимают участие более ста спортсменов. Соревнования проводятся по нескольким дисциплинам, первый из которых 100-метровый заплыв брасом. Диме Воденицкому удалось приплыть вторым, хотя опыта в таких состязаниях у него еще мало. Потому что я, когда был маленький, я очень любил воду и хотел купаться. Потому я и пошел на плавание. Соревнования являются традиционными и показывают наглядно подготовку анапских спортсменов. По ним можно судить, насколько легко тот или иной воспитанник усваивает технику плавания. 21 декабря все результаты первенства города-курорта Анапа по плаванию среди учащихся 2000-2005 годов рождения будут известны. Победители наградят. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион.